Он расположен в самом центре Новоалтайска, среди жилых многоэтажек, магазинов и учебных заведений. Бульвар имени Героя Советского Союза Андрея Землянова в Новоалтайске официально открыли осенью прошлого года. На тот момент здесь уже заасфальтировали дорожки, разбили газоны и цветники, установили оригинальные кованые фонари. С приходом весны работы на бульваре возобновили. Теперь у подрядчиков есть подробный проект по благоустройству. Например, в тени берез совсем скоро появятся миниатюрные детские площадки, обязательно с урнами и скамейками, антивандальными. По словам главы Новоалтайска, люди в городе хоть и хорошие, но не все ценят, что делается. На парке Пионеска мы имели такой отрицательный опыт, мы там такие ажурные скамеечки поставили, а их пытались у нас унести. В этом году закончим там и поставим такие тяжелые, но при этом ажурные и красивые. Ну вот как-то так, об этом тоже надо думать. Веревочный парк и скейт-площадка – все это в ближайшее время. Бульвар имени Землянова, список объектов по благоустройству попал не случайно. За него проголосовали сами жители. Люди ждут от этого хорошего настроения себе, внимания, поэтому все радуются. Единственное, что вот здесь, когда этот проезд был затруднен, а так в принципе в целом очень даже неплохо, я думаю, от этого стоит. Уже второй год по инициативе президента страны в нашем крае реализуется федеральный проект по формированию комфортной городской среды. Только в Новоалтайске на благоустройство потрачено около 24 миллионов федеральных и краевых рублей. У нас принимают участие города, городские поселения Алтайского края. В этом году у нас запланировано ремонт на 233 дворовые территории и 33 общественных территорий парка. Финансирование составило порядка 580 миллионов рублей. Это в принципе на том же уровне, что и в прошлом году. Будет ли продолжена федеральная программа по формированию комфортной городской среды, неизвестно. Если да, то уже с января 2019 года администрации городов будут принимать очередные пожелания от жителей. Ну а бульвар имени Землянова в Новоалтайске обещали открыть уже к 1 октября. Елена Кузовкина, Павел Лаурнин. Наши новости.